За последние сутки в Азербайджане выявлено 1129 новых случаев COVID-19, 22 больных скончались, 349 человек смогли побороть болезнь. Таковы данные оперативного штаба при Кабинете министров. Таким образом, число инфицированных коронавирусом в стране с начала пандемии достигло 257 330. Между тем, эксперты Всемирной организации здравоохранения пришли к выводу, что вирус, скорее всего, передался от летучих мышей к человеку через других животных. Утечку вируса из лаборатории эксперты считают маловероятной. Команда предложила провести дальнейшие исследования всех гипотез, кроме той, что касается лабораторной утечки. Официальный представитель ВОЗ заявил, что доклад будет готов к выпуску в ближайшие несколько дней. Локдаун, введенный в ряде стран для снижения темпов распространения коронавируса, вызывает недовольство у населения. Так, протесты против новых ковидных ограничений прошли в столице Румынии. Усилить ограничительные меры из-за резкого роста заболеваемости решили и власти Пакистана. На территории страны введен запрет на проведение политических, культурных, спортивных и других видов массовых мероприятий. Тем временем и определена дата проведения первого с начала пандемии знаменитого международного фестиваля индустрии развлечений и комиксов «Комик-кон». Запланирован он на 26 и 28 ноября в Калифорнии, сообщают организаторы, выражая надежду, что к осени ситуация позволит проводить массовые мероприятия. При этом пока неизвестно, какие ограничения по посещаемости будут действовать на фестивале, а также повлияет ли это на стоимость билетов. Альбина Абдрахманова, CBC. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова